Никол Пашинян призвал армян бежать из Карабаха в Армению. Премьер-министр Армении Пашинян обратился к армянам, проживающим на территории оккупированного Нагорного Карабаха, бежать из Карабаха в Армению. «Рекомендую немедленно покинуть города и поселки, в которых вы проживаете, и переселиться на территорию Армении», заявил Пашинян. Он отметил, что азербайджанская армия все еще продолжает наступление. Напомним, что 27 сентября около 6 утра вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу. Позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты расположены в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения, командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. Согласно актуальной информации, на Физули-Джибраильском направлении освобождены несколько населенных пунктов. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муравдага разгромлены вражеские посты, а важные высоты взяты под контроль вооруженных сил Азербайджана. Эрдоган. Армения помеха на пути к миру на Южном Кавказе. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, президент Турции Раджеб Таип Эрдоган сказал, что Армения напала в июле на территорию Азербайджана. По его словам, эта страна является величайшей помехой для восстановления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Эрдоган отметил, что доказательством этого являются действия Армении в июле 2020 года, приведшие к военному обострению на линии соприкосновения военных Азербайджана и Армении. Армения, атаковавшая территорию Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самые главные препятствия длительному миру и стабильности на Южном Кавказе, заявил Эрдоган. «Мы же сторонники скорейшего урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, а также других конфликтов в регионе, с соблюдением территориальной целостности Азербайджана и Грузии в рамках решений ООН и ОБСЕ», заявил Эрдоган. Субтитры создавал DimaTorzok